В Генеральной прокуратуре сообщили, что в январских погромах среди прочих участников были члены радикальной ячейки Яйкын-Инкар. Эта организация запрещена во многих странах и признана экстремистской. Ее сторонников задержали во время беспорядков. При них были оружие, гранаты, религиозные брошюры. Что это за ячейка? Каким принципом следуют ее сторонники? Расскажет Нургалисабитов. Казахстанские правоохранители продолжают задерживать причастных к массовым погромам и беспорядкам. Сегодня стало известно, что среди них были и члены экстремистской организации Яйкын-Инкар. Радикалы сильно выделялись из толпы. Сейчас по ним ведутся уголовные дела. Название Яйкын-Инкар в переводе с арабского означает «отрицание всего, кроме Бога». Его последователи, по их убеждению, пытаются жить как во времена пророка Мухаммеда. Носят длинные волосы и традиционную арабскую одежду, ходят пешком, отказываются практически от всех современных технических достижений. По словам религиоведа Яйкын-Инкар является крылом другой запрещенной террористической организации «Таблиги Джамаат». Ее действия признали экстремистскими еще в 2013 году, а в 2018 и само ответвление. И на это были причины. Про деятельность Яйкын-Инкар известна нам из истории той экстремистской активности, которую они проявляли на территории Киргизии. В Киргизии они готовили также теракты. И так как это крыло «Таблиги Джамаат», я хотел бы немного сказать, почему «Таблиги Джамаат» является запрещенной организацией. Сторонники организации «Таблиги Джамаат» были замечены при взрывах в лондонском метро в 2005 году. То есть из 15 организаторов, участников данного теракта, 12 из них были членами «Таблиги Джамаат». По словам властей, число последователей Яйкын-Инкар в Казахстане заметно сократилось. Правда, говорить о том, что их вовсе нет, нельзя. Этому свидетельствует их активность во время беспорядков. Это, можно сказать, спящие ячейки, которые ждут самого подходящего момента. И мы видим, в январских событиях они проявили себя. То есть дальнейшая любая дестабилизация ситуации в стране, она именно опасна тем, что такие радикальные ячейки берутся за фазу своих активных действий. Участвовали ли другие террористические организации в массовых беспорядках, пока не ясно. Известно только то, что по факту терроризма расследуется 45 уголовных дел. Ругали Сабитов, Ренат Аблухаиров, Информбюро, Алматы.